Микс Ньюс. Это не спор ради спора. Это поиск решений. В авторской программе Константина Рангса «Деловая среда» на Радио Болтком. Каждую среду в 15.00. Займёмся делом, господа. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очередная программа «Деловая среда». И сегодня мы с вами будем говорить о таком интересном бизнесе, как трансфер. С вами студия и я, Константин Рангс. Помогает мне наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. А наши гости сегодня как раз коммерсанты, бизнесмены, которые занимаются этим бизнесом. Они представляют компанию «Премиум Трансфер Солюшенс». И в гостях у нас Юст Цюхно, руководитель отдела приёма, и Раева Аполёв, менеджер по этому самому трансферу. Вы знаете, я, наверное, все люди, кто когда-то куда-то катался, ездил, знают, что существует такое понятие «трансфер». Обычно это звучит так. Трансфер до отеля, трансфер из отеля обеспечивается. Часто это просто большие автобусы, куда набивается толпа народа, и которых везут, как сказать, к тому отелю, где они будут проводить свой отпуск. Но вот когда я зашёл на ваш сайт www.premiumtransfer.lv, то увидел такие респектабельные чёрные аудио и мерседесы. Это какой-то специальный вид трансфера. Сразу возникает вопрос, вообще, что это такое? И почему вы вообще, как я понимаю, почему у вас возникла идея, что Риге нужен вот такой бизнес? Кто из вас, кто первый возьмётся? Расскажите, с чего всё началось и почему? Да, ну я, может быть, немножко скажу, как мы придумали сами это всё сделать. Когда я работал в гостинице, я часто сталкивался с тем, что трансфер компаний, ну, у них качество не было в лучшем уровне. И гости, которые у нас проживали, ну, не всегда были довольны. То есть, появилась потребность. Да, у нас родилась идея купить первую машину. Ну, я бы сказал, рынок не в самом деле пустой, но качества не было в этом время. А, то есть, собственно говоря, получается, что вы как бы вклинивались в рынок со своим предложением, да? Да, так получается. Но что мы всегда стараемся делать, машины может купить любые там фирмы, люди, но ещё есть сервис, детали. Такси, ну, это то, что отличается от простой такси, может быть. Вот, сразу возникает вопрос, простое такси, потому что, по идее, да, первое, что приходит в голову трансфер, это как бы процесс, да? То есть, можно заказать машину, слава богу, такси у нас много, вот, они приедут и отвезут. Вот, вот, но ведь какая-то, видно, была причина, почему вы от неё отказались. Вот, скажите, всё-таки давайте вот разберёмся, почему не такси? Ну, потому что не всегда, как бы, у нас такие гости, которые выбирают всё-таки по статусу себе машины, и они заказывают сразу же, как Mercedes S-Class, Audi A8, и они, как бы, ну, не могут на такси передвигаться, но они, как бы, вот, заказывают, чтобы их встретили, например, в аэропорту с теми самыми табличками, чтобы был, как бы, репризант. Ну, да, я понимаю, представительский такой момент, но можно сказать так, это все гости, условно говоря, пятизвёздочных отелей предъявляют вот такие претензии, или это какой-то определённый слой гостей, да? Вот как вот вы бы оценили, кто больше, так скажем, ну, более требовательный к качеству, ну, вот этого процесса, трансфера, да? А кто, кому это не очень важно? О тех, кому не очень важно говорить не будем, вот кто требует вот эти самые хорошие машины? Ну, часто эти для бизнеса, для партнёров, политики, конечно, шоу-бизнес, звезды, это неважно, куда ехать, как, трансфер – это любая поездка, это не только из-за аэропорта, в отель, можем поехать, там, в Таллин, в театр, в ресторан отвезти, это любая поездка. То есть, это не только отель, аэропорт, по сути дела, везде, куда надо, туда и поедете, да? Да, и машину можно спокойно заказать, там, не знаю, на дни, на часы, как удобнее, чтобы... Вы сказали, по-моему, я не ослышался, в Таллин вы ездили, да? Да. В Вильнюс, Таллин. Это, я бы сказал, популярный маршрут, потому что, если на самолёте лететь, это то же самое, или даже больше по времени, когда вы ездите, там, в аэропорт, делаете там полёт, иногда быстрее на машине, и для бизнеса это каждый час иногда очень важный. Да, и бывает, например, по дороге можно там посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Соединить, так скажем, полезное с приятным, да? Так тоже бывает, да. И вот, интересный такой момент, что ваши машины, да, я сразу скажу, тут никакого нет секрета, любой зайдёт на сайт ваш, вот именно такого чёрного цвета, и вот, как вы заметили, вот этих вот марок, да, Мерседеса-скласса, Аудио 8, да, ещё микроавтобусы, вот, тоже мерседесовские, как я понимаю, да, вот. Так вот, во-первых, чем условен выбор цвета и выбор машины? То есть машина – это престиж, да? Да, именно. Мерседесы, может быть, из-за того, что по большей части российский клиент, российский, там, из Белоруссии, из Украины, Казахстан, Узбекистан, они привыкли ездить на Мерседесах, и у них запросы тоже практически все приходят на Мерседесы. Чёрный цвет, ну, потому что он такой больше как репрезент... Да, репрезентативный, да, и как бы так очень в глаза не кидаются, например, как там, знаешь, ярко-салатовые машины и так далее. Но это просто традиция, как бы, наша, латвийская, да, традиция северных стран, или, в общем-то, общетакая, общемировая можно назвать, да? Общемировая можно назвать, потому что сколько я бывал и в Европе, и в Америке, везде они чёрного цвета, по большей части. Есть, конечно, серые машины, но это очень редко. Я, кстати, обратил внимание, не так давно был в Петербурге, там тоже говорили, там насчёт китайских туристов. Говорили, что обеспеченные китайские туристы тоже хотят, чтобы машина была как можно дороже и такого, ну, стабильного цвета. То есть, никаких вот этих трафаретов не предусматривалось. У вас, кстати, трафареты есть на Бакту? Абсолютно нет. Не обратил внимания. У нас был, прошлую неделю, видели гость, которые ехали к президенту нашему. Они прилетели, у них здесь нет машины на месте, в Латвии. Но на такси, ну, президенту неудобно. Конечно, неудобно, да. Ну, поэтому есть такая компания, как наша, которая может отвезти, подождать там. Ну да, на Мерседесе подъехать к этому самому ковровой дорожке, я понимаю, это лучше. Ну, это, я бы сказал, это такой стандарт, это как протокол. Ну, да, вот протокол. Кстати, по протоколу нельзя ходить в зеленом пиджаке, на всевозможные официальные приемы. Да, из-за того у нас все водители в темных костюмах, в белых рубашках, с темными галстуками. Да, да, да. Вот фуражки есть? Вот фуражек, к сожалению, нет. А вот надо завести, понимаете, или какие-нибудь, условно, кепи, там, бюреты, это же тоже очень красиво. Нет, ну, в принципе, действительно, понятно, что и персонал тоже должен соответствовать своей машине. Представляете себе, выходит человек в пятнистом пиджаке из черного Мерседеса. Ну, сразу подумаешь, какой это поп-звезда. Да. Конечно, стандартов много. Например, тоже была гостиница, с которой мы работали вместе. У них было вообще, там, за 30 стандартов, вот именно 30 стандартов, там, например, в машине, когда клиент садится, чтобы не звучала музыка, так, в стоке, чтобы заведено было. И если он попросит, ему можно, конечно, всегда надо задавать вопросы. Ну, не всегда два вопроса. Не жарко ли ему в машине, или ему, ну, там, не знаю, холодно, может быть, или там... То есть, своего рода райдер такой, да? Да, 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 именно. Который очень часто вот эти вот звезды поправляют, когда... То есть, уже заранее вы можете получить требование, что прилетает, условно говоря, какой-то пуп-идол, да, и вот ему нужно, чтобы машина была такая-то, подвана тогда-то, и чтобы там пахло лавандой, или вообще ничем не пахло. Ну, да, ну... Вы знаете, у нас есть телефонный звонок уже. Давайте примем. Одевайте наушники, пожалуйста. Алло. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Мне бы хотелось поинтересоваться, но вообще это считается коммерческой перевозкой или как? Вот это первый вопрос, а дальше я продолжу. Ну, вот вас спрашивают, это коммерческие перевозки, да? Ну, в том смысле, что это заплату. Да, конечно. Вы это имели в виду, да? Ну, конечно, конечно. Да, вот заплату, да, это коммерческая вещь, можно заказать. Ну, да. Ну, просто вот я сам лично достаточно долго занимаюсь там пассажирскими перевозками и, например, столкнулся с такой вещью, да? У нас на перевозках законом предусмотрено аутопарвода и млыкома только легковые такси. Нету понятия предоставления услуг на легковых транспортных средствах. Это только сейчас готовится еще. И вот как вот в таком случае, господа, предоставляющие услуги трансферта, перевозящие многих высокопоставленных чиновников, не сталкиваются со всякими разными трудностями, с арестами и так далее, и так далее. Потому что все перевозки в Латвийской республике, без исключения, все перевозки лицензируются. Хорошо, понятен, понятен вопрос. Спасибо. Вот, кстати, смотрите, как интересно это. Ну, сколько я работаю, ну, это у меня уже 5 лет я работаю в этой сфере. Я первый раз сталкиваюсь с таким вопросом, если честно. Я работал перед тем тоже двух компаниями, которые, ну, лидируют на арестском рынке. Как бы такого вопроса ни разу не задавали. То есть, какого-то специального лицензирования, да? Ну, первый раз слышу, если честно. Вот, видите, интересный момент. Но я хочу сказать, что вполне возможно, что сам бизнес вот этот трансферный, это как бы не совсем коммерческая перевозка. То есть, она не попадает в определение такси, да? Да, мы не можем, например, ездить по автобусным линиям. Я бы сказал, это аренда трансфера, транспорта с водителем. Это не как автобус или такси, это аренда машины с водителем, я так сказал. Да, то есть, это аренда машины с водителем, да? А не аренда процесса перевозки, потому что в случае такси, по сути дела, вы получаете услугу в форме вашего передвижения. Там сразу лицензия, конечно. Да, а здесь, по сути дела, вы взяли машину в аренду, как любой человек, но у вас в комплекте еще управляющий персонал, да? Да, есть люди, которые, например, хотят машину, ту же самую нашу, которую мы гостей возим, они хотят, например, без водителя, которую мы, например, не даем, потому что машины дорогие, они стоят больше 60 тысяч евро, да, например. И это огромный риск. Из-за того у нас есть водители, которые тоже с огромным стажем, и из-за этого... И знают, как с этими машинами обращаться, да? Да, именно. Кстати, вот я так понимаю, что ведь машины-то должны быть... А, с одной стороны, их нужно ведь обслуживать, а Б, это у нас же очень переменчивая автомода. Это мода. Это в советское время, вот, смотрите, Нива до сих пор, вас Нива до сих пор выпускается, она мало изменялась, да? Вот, а ведь, допустим, машины вот этого класса, они довольно-таки часто меняются. То есть, вы фактически, вы следите за модой, за изменением, так скажем, в моделях? Это даже, ну, как бы не мода, мы держим не старше трех лет машины, потому что у них, когда заканчиваются там или определенные километры, да, там, или гарантии... Ну, как гарантии заканчиваются, мы меняем машины, потому что, не дай бог, что-то с машиной случается, ремонт это стоит огромных денег, там, много всяких дорогих деталей. Ну, для клиента тоже не можно быть так, что мы там поехали в Таллен или Вилнес, и... Ну да, у нас всегда резину меняем, например, зима наступает, мы перед зимой, конечно, меняем, чтобы раньше немножко, чтобы... То есть, все время это должно быть, но, по сути дела, новая машина, да? По сути дела, да. Последнее поколение... А вот, скажите, пожалуйста, чисто психологический аспект. Вот, допустим, клиент, он осматривает машину, такое вот бывает, да, что он подошел, поглядел, там, что там такое. Ну, когда в начале у нас были другие компании, ну, клиенты ссорились, что есть там зимой летняя резина, да, ну, это вообще не может так быть, или... Часто спрашивают про бег, какую машину, например, там, не знаю, или видят. Это уже чувствуется, когда... Ну, если машина поездная, конечно, она чувствуется, то же самое и Мерседес, может быть, та из класса, которому там уже больше 200 тысяч он пробежал, там, не знаю, за 4-5 лет, ну, например. Это сразу чувствуется в машине. Ну, вообще-то 200 тысяч километров, тут, наверное, любая машина уже чувствуется, что она... Ну, они тоже набегают, вот, в предыдущих компаниях работала, у нас там была машина, которую тоже новую купили, и она за год набежала почти 100 тысяч километров. Нет, ну, если она постоянно ездит, то почему бы не набежать? Они должны постоянно ездить. Ну, да. А, кстати, вот как раз мы переходим к очень интересному моменту о том, что ведь всё-таки это бизнес, и люди должны им пользоваться, да. У нас в стране, прежде всего, не в стране, а в Риге, есть спрос вот на такой бизнес? Ну, наверное, раз вы им пользой занимаетесь, то есть, но всё-таки насколько и какой, кто больше, свои клиенты или приезжие, вот кто заказывает? Ну, процентов 90 будет заграничные клиенты, конечно. А, как бы, есть местные, которые заказывают именно для деловых встреч машины, или там, например, бизнес-партнёров встречать, которые прилетают из, там, тоже, не знаю, Монако, из Ниццы прилетают, на своих же частных самолётах, ну, как бы, им не под... Они не могут подать такси или на такси их встретить, да. Ну, это немного, но они и есть, как бы. Те же самые сотрудники банков тоже. То есть, у них, вот, получается такая вещь, вот, как я вижу, да, что это система производства впечатления, да. То есть, условно говоря, если вы, к вам прилетает важный клиент, и вы хотите клиенту сделать приятное, ну, я имею в виду, допустим, рижские партнёры, то они тогда могут взять хорошую машину, и вот подъедет машина, оттуда выйдет шофёр, вот, и у них уже будет вот это ощущение, что к ним относятся с уважением, да. Ну, это первое впечатление, это очень важно, изменить потом очень-очень трудно. Ну, да, именно вот в том смысле, что мы вас уважаем, мы вот пошли на траты, чтобы вот вам было удобно и хорошо, да, ну, вот. А скажите, пожалуйста, вот обычно трансфер – это один человек, два, либо какими-то группами, вот, несколько человек или семья. А существует какая-то вот у вас статистика, или всё-таки это вот такие машины заказывают для персоны одной, максимум двух? Знаете, это очень многое, что зависит от сезона. Сезон у нас как бы всё-таки летом, это всё завелось уже, когда началась новая волна. Тогда были огромные спросы, и, как бы, ну, надо было вот эти все машины и так далее, как бы. Семьи, они побольше, как бы, делают вот этот, если называется, балтийский тур. Они вот начинают, например, там, с Эстонии, едут там с Эстонией. Бывало, вот, я людей встречал даже в Вильнюсе. Я встречал, я забирал с отеля через всю Литву, они там, например, отметили, какие они места хотят посмотреть. Я по этим местам проехался и в отель вечером привёз. И следующим днём они уже уезжали в Эстонию. И так же, и они расписали маршрут, и второй водитель их отвёз в Таллинн. То есть, это такое семейное путешествие, да? Да, да, да. Они были японцы как раз, им вот сейчас очень много, особенно летом, приезжают японцы, американцы, как бы. Они путешествуют, да? Они путешествуют. Те же самые, например, есть латыши, которые, американцы, но они, как бы, когда семьи выехали из Латвии, да? Ну да, понятно, да, или из Латвии. Да, да, да. И они там вот выросли, они тут знают, что у них тут вот дедушка где-то там, вот у него там дом был раньше. Вот они едут, берут машину там, не знаю, в Латгалью едут искать свои дома. Также у нас есть консьерж-сервис, который может делать план. Вот, знаете, вот насчёт консьерж-сервиса, это мы во второй части нашей программы. Я бы хотел бы вот закончить с этими, с путешествиями, поскольку у нас буквально через полторы минуты перерыв, да? Вот, я бы сейчас хотел спросить, а вот эта езда по, так скажем, соседним странам, езда и передвижение по Риге, оно, как бы, по километражу одинаково стоит? Вообще, как у вас цена? Она часовая или по пробегу? Ну, если это поездки, не знаю, в радиус Риге-Юрмалы, тогда это почасовая. Ну, например, то же самое у Юрмалы. Если весь день. Ну, да. Да, ну, можно, например, там, не знаю, на два часа машину взять. У нас нету такого вот, минимум там три часа. У нас можно вот там на час взять, да. Или там, не знаю. А по большей части, если это трансферы там в Таллинн, Вильнюс или там в Сигулд, в Рундал, и многие ездят, тогда у нас фиксированная цена. Если только мы отвозим, например, с пункта А в точку А, да, в точку Б, тогда у нас там фиксированная цена. Да, и если мы там, например, человека ждем и везем обратно, это опять же. Или он не знает, как все сладится, и он тоже не знает, как долго. Он может сказать, я там возьму машину на два часа, ну, я вот с клиентом один раз тоже мне сказали два часа, я 12 часов провел вместе с ним. Понятно. Сейчас у нас небольшая пауза информационно-рекламная, после чего мы опять вернемся к нашей теме, которая сегодня связана с трансфером. Мы в первой части программы говорили вообще о том, что такое трансфер, почему машины черные, и как бы о том, как вообще это все организовано. Но вот сейчас хорошо было бы углубиться в некоторые детали, потому что, как я понимаю, они достаточно специфические. Я понимаю, что вот мы говорили о том, что машины – это своего рода элемент и престижа, и этикета. То есть, действительно, на встречу с президентом нужно ехать, ну, не в пестреньком автомобиле. Или, например, люди любят, когда их, допустим, особенно высокопоставленные персоны, любят, когда их встречают, допустим, те, к кому они их прилетели, тоже в соответствующей машине. Еще мы разобрали такой момент, как путешествие в такой хорошей машине по окрестностям. То есть, это не просто еще бизнес, в смысле, не просто элемент для бизнеса для ваших клиентов, но это еще и элемент отдыха и развлечения. Вот, кстати, довольно-таки вопрос сложный, может быть. Что произошло после того, как ушла новая волна, и себе фактически сохлась вот эта программа ВНЖ? Вы заметили изменения с клиентами, их стало меньше, либо одних заменили другие? Вот с вашей точки зрения, со стороны вашего бизнеса, что произошло? Как это сказалось? Ну, так как мы компания новая, нам пока еще не с чем сравнить, например, как это было. Но, когда я работал в предыдущих компаниях, это было, ну, чувствовалось очень. И, как бы, когда ушла новая волна, стало меньше, как бы, клиентов из России, которые приезжали сюда именно на новую волну, был очень огромный спрос. Это был самый пик, когда, ну, да, месяц-юль этот был... И вот они хотели приехать, и чтобы был Мерседес или там Ауди, или вот этот последний модель. Даже в Риге, в Латвии недостаточно машины были. Из Эстонии, из Литвы приехали машины, чтобы обслуживать конкурс. Да, потому что это, вот, две недели были, вот, буквально, вот, новая волна, и после новой волны был еще Камеди Клаб. Две недели все работали, не покладая рук, как сказать. Все, там даже, вот, обычные уже, не знаю, люди с улицы брали машины в аренду, такие же самые Мерседес С-классы, и стояли у самых, как сказать... У отелей такие, да? Да, да, у отелей пятизвездочных, потому что машины, они как разлетались, так быстро, ну, как бы... Ну, это понятно, что, в принципе, на вот постсоветском пространстве машина всегда была не только средством передвижения, но и та же самая роскошь. Конечно. Будем быть откровенны, да? Вот, а вот западноевропейцы, они насколько требовательны к машинам, вот так, если откровенно говоря, Европа? Ну, они будут не настолько, как бы сказать. Но у них тоже домой, может быть, они на той же самой машине ездят, и трансфер там из аэропорта в гостиницу тоже желает хорошую машину. Вот интересный момент. Мы, когда говорили до эфира, вы упомянули, что, я так понял, что ладно машина, да, машина, как говорится, немцам, мерседесам не удивишь. Но, в свою очередь, у них могут быть очень сложные такие требования к тому, что находится внутри этого мерседеса. То есть, условно говоря, там Wi-Fi, газеты, вода, зонтики. Газеты, там, не только русский или английский, немецкий языки. То есть, им нужна ещё и нужную газету. Дополнительные, да. Конечно, они хотят по дороге просчитать, например, то же самое пресс, что здесь происходит, да, что тут... Или у себя, что там произошло. Если они долго отсутствовали, да. То есть, заранее, по сути дела, мы немножко повторяемся, но всё равно очень интересно. То есть, фактически, заранее составляется такой райдер к его встрече, и там могут быть самые разные вещи, да? Да, есть часто даже, вот, например, когда особо важные персоны прилетают, тогда их ассистенты, они всё время заказывают, например, как вы говорите, райдер, такую-такую-то машину, обязательно машина должна быть, не газированная, газированная вода, там... Иногда проверяет машины, водители, надо, там, за день прислать данные водителя, машины, они... Они связываются, да, напрямую, вот ассистент, например, связывается с водителем, они договариваются, как бы... Это нервная работа у вас? Ну, бывает, да? Бывает, но... Потому что клиенты тоже... Разные, да. Да, разные. Это, кстати, ведь ещё интересная вещь, я подумал о том, что ваши водители должны не только машину-то водить, ведь, по идее, по норме, он должен помочь, например, выйти из машины даме. А если вы поедете, например, в ту же оперу, и если человек будет ещё машину заказывать, классно, да, то, скорее всего, дама оденет вечернее платье, она будет идти на высоких каблуках, вот, и вот они этим занимаются, да? Обязательно. А вы их тренируете каким-то образом, у них есть занятия специальные, да? У нас были, да, тренировки всякие... Ну, как бы профессиональный водитель, это не только, как бы, костюм и наличие прав, да? Манеры. Как бы этому тоже всё учатся люди, ну, это каждый, каждый клиент, это каждый день, каждый месяц, каждый год водитель себя, как бы, тренирует, не тренирует, как сказать. А есть постоянные клиенты? Да, конечно. Вот, то есть, я так понимаю, что, ну, в первую очередь, приходит на ум это, что вас должны заказывать как раз отели, ну, всякие, там, ну, банки, вот у них, потому что существуют, да, туристические? Туристические, да, вот, которые, вот, например, занимаются вот именно корпоративными клиентами, там, которые тоже там, им тогда, ну, то же самое всё происходит, им заказ приходит, например... За месяц, может быть. Да, за месяц они нам присылают, как бы, мы это всё обговариваем и работаем. И работаем эти, да? А вот частные, ну, частные, вот, условно говоря, лица, какие-то вот есть, которые, ну, вполне возможно, что вот в отеле приезжают одни и те же люди, и частные лица заказывают? Меня вот что ещё интересует, сами наши рижане, вот, они-то, вы говорите, что вот 90% иностранцы, 10% местный рынок, он, что происходит, он как-то растёт, местный рынок, или вот как вы себе это представляете, как вы прогнозируете, что дальше будет происходить? Ну, местный пока он, как сказать... Маленький, но медленно... Медленно, но он, ну, он как бы идёт к этому, потому что, как многие не знают, что это, есть ли такие, есть, и всем вот ссоциируется всё время, как бы, что это очень дорого. Это как бы, ну, ну, это совсем не так, это далеко даже не так, и есть индивидуальные заказы, которые мы, конечно, смотрим и договариваемся с клиентом, и с нами можно тоже договориться очень просто. Ну, понятно, то есть, как говорится, договороспособные, да? Да, конечно, нету так, чтобы вот, тут такая цена, всё, мы забыли об этом. У нас есть ещё один звонок телефонный, давайте послушаем. Аллоу. То есть, они тоже объясняли, что мы предоставляем услуги машины в аренду с водителем, и это не прошло, никак не прокатило. Я вот всё-таки интересуюсь, как же у вас это всё-таки... Ну, вот видите, вот, проявался, вот, вот видите, очень какой требовательный нас слушатель, да? Вот. Но есть ли ваши юристы, как я понимаю, не предъявляют претензий? Да, ну, мы как бы считаем, что это аренда машины, и для аренды машины не надо эти жёлтые номера, я никогда не видел. Это просто эти машины так дорогие, что без водителя мы не можем... Их сдавать, да? Да. Ну, как бы есть и другие компании, мы не одни, не единственные. Даже дилер, дилеры, есть тоже услуга аренды машины с водителем. Ну, имеется в виду дилеры, которые продают эти автомобили, да? Да. И у них это услуга продажи машины с водителем. Ну, в смысле, предоставление машины с водителем. Да, и то же самое есть, те же самые машины, которые... Рентокар, да? Да, они тоже предлагают с водителем, и у них как бы номера... Нормальные. Нормальные, да. Понятно. Ну, судя по всему, у меня такое впечатление, что на самом деле вопрос может быть связан с тем, что существует определённого рода двусмысленность в каких-то законодательных актах, что, кстати, тоже не исключается, потому что... Вот смотрите, сейчас вот появляются вот эти... Вот было упомянуто, вот это Taxify, кроме этого Uber. Uber, да. Потом Яндекс.Такси, например, если мы смотрим на восточные рынки, да? Вот, я какой-то ещё, ну, похожую компанию, по-моему, пользовался в Финляндии, да? Вот, то есть, на самом деле появляется очень много новых предложений, в том числе связанных с интернетом. Вот, и возникает вопрос, собственно говоря, а что такое вот машина, вот тот же самый Uber, кто, собственно говоря, за что отвечает в этом случае? Так что мне кажется, что у нас зачастую, может быть, юридические вот эти документы, да, нормативы, они отстают от развития бизнесов. Вам не кажется, что, в принципе, есть такой момент? Ну, да, может быть, просто надо посмотреть все эти... Законодательные. Ну, кстати, вы же связаны с отелями, да? Ведь отели же тоже проявляют, так скажем, ну, как сказать, такую нервозность в связи с развитием такого вида бизнеса, как этот, ЭМБ, ЭРБНБ, да? Вот, то есть, и, по-моему, в Германии уже идет разговор о том, что это нужно там тоже регистрироваться. Да, 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 да. Да? Значит, это я не ошибся, да? Там в Германии нужно уже регистрироваться, если ты хочешь предоставлять свое жилье. И еще можно без регистрации это сделать, но тоже это, может быть, немножко неправильно, потому что там многие нормативы, которые гостиницам надо делать, а у ЭРБНБ квартирами не надо. Ну, это немножко другое... Не, понятно, но, понимаете, тут очень интересно, как взаимодействуют бизнесы, потому что, собственно говоря, вы находитесь как бы вот именно в этой же самой среде, вы предлагаете услугу за деньги. Да, ну, как бы деньги... Ну, гостиница, например, ставит, если вот гостиница с нами работает, с трансферной компанией, она ставит как бы к счету. У водителя нет вообще никаких... Не денег, как бы не берем. ...дел с деньгами, с наличными нет вообще. Ну, платятся все как бы налоги. Ну, да, да, да. И из-за этого, по большей части, потому вот, например, те же самые заграничные иностранцы, которые, не знаю, там, с Америки прилетают, еще откуда, они как бы... Они боятся всего. Тут, например, тот же самый американец, он боится, он спрашивает, не криминальная ли это страна и так далее. И из-за этого ему очень удобно, если мы его встречаем, отвозим до отеля, и как бы... И мы еще не надо никакие дела там, потому что... Ну, с наличными деньгами, потому что они привыкли к тому, что везде, как бы, есть добросовестные люди, которые могут обмануть. Да, есть такси в старом городе, все знают, там, старые Мерседесы, такие, и берет очень большие суммы за поездку. Ну, да. То есть, из-за странного туриста, да? Да, да, да. И ему, как бы, комфортнее, что его встречают, и, говорю, это не такие уж и огромные деньги, если там сравнить такси. Он лучше, конечно, выберет нашу компанию, там. Ну, я так понимаю, что, в принципе, действительно, у вас могут быть клиенты, которые там по случаю свадьбы... Да, есть, конечно. Есть такие, да, или там мало ли какие-то бывают семейные праздники, еще что-то такое. То есть, по сути дела, машина может быть взята. Кстати, очень интересная вещь вообще принципиально. Однажды я видел, как человек решал мучительно вопрос о том, что у него было мероприятие, ну, такое торжество, а дальше ему нужно было куда-то уехать. И вот, ну, это было не в Латвии. Вот. Он решил проблему тем, что ему посоветовали заказать машину с водителем. Ну, да. Он решил свой вопрос. Скажите, пожалуйста, осуществляете ли вы консьерж-сервис? У нас есть консьерж-сервис. Это тоже, я думаю, как мы отличаются другим компаниям. Можем купить для гостя билеты на самолет, сделать сервации в ресторан. Ну, любые, как бы, просьбы. Цветы, там, например, и так далее. Куда-то, да. В оперу. Ну, конечно, собственно говоря. Да-да-да. Особенно если люди приехали сюда, чем уже сейчас все заниматься. В оперу это очень статусное мероприятие, понятное дело. Еще тут, знаете, хотелось бы осветить следующий момент, который, мне кажется, весьма интересным может быть. Изменяется. Вот вы сказали, что все-таки потихонечку рынок меняется. Но насколько вот мы здесь, в Риге, мы, как скажем, изолированы или можем чувствовать влияние наших соседей? Например, тех же самых эстонцев или литовцев. Вы рассказывали, что вы возили своих клиентов в Таллин. А вот та из Сталина могут появиться, условно говоря, наши эстонские соседи и начать здесь действовать, да? Конечно, могут. И, как бы, они сами тоже там работают. Так же, как и мы здесь. Они так же приезжают к нам в Ригу, тоже забирают людей и везут к себе, да? Или наоборот. Но, как бы, я знаю, что пытались, да, вот в Эстонии так же наши сделать. Ну, не очень... Ну, знаете, водителю все надо знать в городе. Да, и то же самое эстонское. Так мы тоже не можем поехать в Таллин. То есть, у вас фактически водитель, вы хотите сказать, что у вас водитель, это еще и такой GPS? Да. Мы, как бы, в Риге, в Латвии вообще никакие GPS обычно не пользуемся. Все знаем сами. Да, там, например, до Таллин можем ехать, но там работать тогда надо уже знать. Там все и... То есть, в принципе, а может такое быть, никто не запрашивал, допустим, водитель, который был бы одновременно экскурсоводом, например? Есть, спрашивают. Часто, я бы сказал. Потому что хотят люди даже, ну, любые люди хотят сэкономить все-таки. Ну, есть, бывает, да. Ну, например, мы там делаем там по Риге, да, например, там туры такие. Ну, по большей части у нас в Риге, ну, это старый город все-таки. И, конечно, там есть много и музеев есть, и церквей много, да. Пешком ходить. Да, 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 как бы. Ну, есть, да, у нас туры, как бы люди заказывают. Популярные туры в Рундале. Это понятно. Вопросы несколько сложные, но, тем не менее, он в наше время становится весьма актуальным. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Как вы рассматриваете обслуживание этой категории клиентов? Ну, как бы у меня самого тоже были на практике пожилые и инвалиды на колясочнике. Ну, колясочнике, да. Тогда, да, как бы, конечно, помогаем и, как бы, помогаем. Ну, у них обычно есть, с собой очень часто есть, когда есть ассистент, например, да, помогает ему. Нет, вопрос еще в машину его поместить. Ну, тогда мы уже смотрим, на какой машине, например, да. У нас машины большие. Ну, да. Тоже мини-вен есть. Я-то про мини-вен как раз обратил внимание. У нас есть и Виано, и В-класс у нас есть, как бы, у нас есть из чего выбрать, так сказать. Все, опять же, зависит от... Но такие люди – это часто встречающаяся категория людей или достаточно редко? Достаточно редко. Достаточно редко. Да, да, да. Вот можно сказать, поскольку мы уже приближаемся к завершению нашей программы, а вот какой вот средний, стандартный ваш клиент, как он выглядит? Ну, буквально в несколько слов. Мужчина, женщина. Ну, в большей части это мужчины. Сколько лет ему примерно? Тридцать, сорок? Сорок. Сорок и больше. Сорок и пятьдесят, да? Да. Сорок и больше, да? Ну, обычно этот бизнесмен для бизнеса или просто приехал на уикенд. Ну, да. Который хочет... И который остановится в хорошем, дорогом отеле. Да, да, да. По большей части это пятизвездочные отели, и у них уже как бы пятизвездочного отеля должно быть, ну, как бы, как сказать, чтобы... Все было, все соответствовало. Да, все соответствовало. Все начинается вот в аэропорту, сразу как бы отелю еще звездочки добавляются, да, если вы хорошо... Но для отеля тоже важно, чтобы... Обязательно. Потому что... То есть у вас тесная связь такая. Это машина как отельная машина, ну, работает. Потому что водитель всегда, да, он скажет, что это отельная машина. Он не будет говорить, что это, например, трансферная компания, да. Потому что, чтобы не было разногласий вот с отелем, например. Ну, понятно, потому что тут все должно быть как-то в одной... Да, 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 да. И тогда отель себе тоже может звездочку поставить, сказать, у нас видите, какие машины. Да, понятно. При этом не инвестируя денег в это. Я хочу еще раз напомнить, уважаемые радиослушатели, мы сегодня говорили о трансферном бизнесе, трансферном бизнесе ВИП-класса, наверное, так его можно назвать. Компания Premium Transfer Solutions, наша латвийская компания. У нас в гостях был Юст Сьюхнер, руководитель отдела приема, и Райв Ополев, менеджер по трансферу. Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. До новых встреч и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин